Добрый вечер. О самых заметных событиях дня в программе Вести Магнитогорск. В студии Анастасия Ишменева. Здравствуйте. Десятки протоколов, две сгоревшие газели и сотни опоздавших на работу. Таков итог первого дня маршрутной революции. Внеплановых каникул избежать не удалось. В Магнитогорске на карантин закрыты три школы. Маленький, но уютный. Сегодня в левобережной части города после капремонта начал работать детский сад. Первые жертвы маршрутной революции. Сегодня в Магнитогорске сгорело две пассажирские газели. Разбитые стекла еще в нескольких микроавтобусах. Хроника первого дня почти военных действий на улицах города в репортаже Виталия Березина. В шесть утра на стоянке маршрутных такси на улице Калмыкова вспыхнула газель, принадлежащая такси ТНТ одному из перевозчиков, выигравшему конкурс. Водитель едва успел выскочить из кабины, облитой бензином. Вторая газель сгорела на стоянке возле третьей городской больницы. Ее владелец тоже участвовал в конкурсе. Однако директор автостоянки выдвигает свою, почти невероятную версию. И полпятого сторож увидел, как начало тлеть из правой фары. И они начали закидывать снегом. Потом фара лопнула, и он поранил два пальца. Сейчас в термопункт уехал. Ну, короткое замыкание. Да, замкнуло с правой стороны, не тряпку здесь выкидывали. Промассанная тряпка была, выкидывали. Горелая со стороны аккумулятора. Но ее вытолкали уже сюда? Нет. Во время пожара у нее короткнула проводка, видимо, замка зажигания. И стартер на передаче стоял, она выехала сюда. Напуганные поджогами и разбитыми стеклами, некоторые водители легальных перевозчиков сегодня не вышли в рейс. Потери и встание их противников среди так называемых нелегальных перевозчиков. Многие побоялись штрафов. Тем временем инспекторы ГИБДД совместно с административными уполномоченными на дорогах отлавливают тех, кто решил рискнуть. Собственники рьяно защищают свое имущество. В самом деле, видите, что творят. Издеваются над нами. Во-первых, для нас самые важные пассажиры. Представители городской власти проводят беседы с предпринимателями. Их цель – убедить, что новые правила придется соблюдать. Через месяц, другой, третий, вы прекрасно поймете, что та основа, которая заложена сегодня в транспортной магистрали, она будет правильной. Наведение порядка принесло свои неудобства и пассажирам. Выигрыши оказались те, кто предпочел трамвай. Пока еще редкие маршрутки легальных перевозчиков в час пик не смогли вместить всех желающих. Опоздаем на работу. Мало маршрутка. Все. Если маршрутка много, будет хорошо. Хотя по 15. Ситуация сразу же воспользовались таксисты. Они повысили стоимость поездки на 20-30 рублей. Городские власти утверждают, что проблема с транспортом в Магнитогорске продержится еще максимум две недели. Потом маршрутная война начнет утихать. Виталий Березин, Сагид Бакеров, Вести Магнитогорск. В администрации Магнитогорска говорят, что сегодня сделан важный шаг по наведению порядка в городе в сфере пассажирских перевозок. По словам Кирилла Маркевича, по сути он стал первым за 8 лет, в течение которых в городе как снежный ком нарастала проблема маршруток. Бизнес откровенно криминализировался. Как отметил советник главы, фактически сегодня власти лишь начали демонстрировать свое присутствие на улицах города. Но обещают, с каждым днем нажим будет расти. Так уже завтра административные комиссии приступят к рассмотрению материалов. Понятно, что сегодня мы не стали действовать и завтра не будем действовать максимально жестко с тем, чтобы просто не остановить город. Все-таки наша цель не устроить в городе транспортный коллапс и не дать людям добраться, а показать, что работа началась и плавно усиливать. Городскими властями замечены попытки блокировать работу муниципального транспорта, чтобы усугубить ситуацию. В обед в районе Центрального рынка на трамвайных путях застряла «Газель». Автомобиль убрали через 8 минут. К другим темам. Волна вирусных заболеваний докатилась и до Магнитогорска. Три школы закрыты на карантин из-за увеличения количества заболевших ОРВИ и гриппа. Еще в 13 учебных заведениях от уроков освобождены отдельные классы. К началу февраля в городе зарегистрировано около 5000 заболевших. Это в два раза превышает показатели предыдущей недели. В том числе грипп выставлен у 79 человек. 70% заболевших – это дети, как дошкольники болеют, так и школьного возраста. У 23 человек диагноз грипп подтвержден лабораторно. Выделен вирус высокопатогенного гриппа. У одного человека выделен вирус гриппа В. Специалисты прогнозируют дальнейшее увеличение количества заболевших. Только вчера за помощью к медикам обратились около 2000 магнитогорцев. Порог заболеваемости сейчас превышен на 12%. Вводить карантин во всех учебных заведениях пока не планируют. Однако, если количество заболевших продолжит расти, школьников от занятий освободят. По последним данным, всего в Челябинской области на карантин закрыто более 300 школ. В эфире Вести Магнитогорс. Продолжаем программу. Сегодня день рождения металлургического комбината. 1 февраля 1932 года выпылывал чугун первая доменная печь в магнитке. Благодаря новейшим технологиям, сейчас комбинат способен сварить любую из 2000 известных в мире марок стали. Особое внимание уделяется высокопрочному металлу, из которого изготавливают детали всемирно известные автомобильные бренды. Темпы, которыми возводился магнитогорский металлургический комбинат, были неслыханными. Всего через 9 лет после пуска первой доменной печи предприятию предстояло освоить выпуск броневой стали. В то время магнитогорцы знали, как ее варить только из книг. Но уже через несколько недель и до конца войны каждый второй танк был из магнитогорской стали. С 1997 года начинается новейшая история предприятия. Модернизированы все основные металлургические переделы, внедряются новейшие технологии. 75-летие комбинат встретил с небывалым результатом – 12 миллионов 200 тысяч тонн товарной металлопродукции в год. Потом был стан 5 тысяч – крупнейший в российской металлургической отрасли инвестиционный проект. Очередной день рождения и очередные достижения. ММК строит под Санкт-Петербургом завод штампованных изделий, принимая активное участие в развитии автомобилестроительной отрасли. Это важный шаг не только для города Петербурга и не только для магнитогорского комбината. Это важный шаг для развития современной российской автомобильной индустрии, поскольку такое предприятие дает нам возможность выстроить полный технологический цикл российского автопрома. И не случайно в числе партнеров этого предприятия все ведущие мировые компании автомобилестроения, которые работают в нашей стране. В этом году на комбинате будет пущен в эксплуатацию стан 2000 холодной прокатки автомобильного листа, такого качества, который будут производить магнитки, пока в России нет. Как обещали, в 2011 году мы запустим стан 2000, только запустим в первую очередь по производству холоднокатанного. А в 2012 году мы уже запустим стан полностью, который будет и оцинкованный автомобильный лист, производить и холоднокатанный, и высококачественный автомобильный лист, в том числе и высокопрочные марки, которые сегодня применяются в современных автомобилях. Сегодня магнитогорский металлургический комбинат – крупнейшее предприятие черной металлургии в России и входит в двадцатку ведущих мировых производителей стали. Виталий Березин, Александр Власюк, Василий Бабердин, Вести Магнитогорск. Второе рождение сегодня отмечает детский сад на улице Фрунзе. Дошкольное учреждение на левом берегу рассчитано всего на 55 ребятишек. Детский сад небольшой, но как успела убедиться наша съемочная группа, очень уютный. Это так называемый возвращенный садик. Много лет здесь находились детские кружки. Сейчас они переехали в школу, а здание практически перестроили. Сломали стены, перепланировали комнаты, завезли новую мебель. Воспитатели не устают хвастать. Теперь здесь самый современный садик на левом берегу. Хорошие игрушки современные, прекрасное оборудование, современный пищеблок, медицинский блок, который соответствует всем медицинским нормативам. То есть условия великолепные созданы. Учреждение небольшое, всего три группы, 55 мест. Пока садик работает только полдня. Его посетители проводят здесь не больше пары часов, привыкают. Почти все они в садик пошли впервые. В этом году в Магнитогорске заработают еще пять детских учреждений. Два из них в ближайшие дни, три к концу года. Дополнительно еще плюс три здания. На Карла Маркса 8, на Галиулина. И здесь, на левом берегу, Нестерова 19. Это здания, которые не принадлежали образовательным учреждениям, а они вернулись в нашу систему. Я думаю, из них получатся замечательные детские сады. Примерно на 300 мест. Новые садики полностью не смогут решить проблему дефицита мест в детских садах, но значительно улучшат ситуацию. Сейчас группы во многих дошкольных учреждениях города переполнены почти на треть. Жительница Магнитогорска заняла кресло мэра. Правда, ненадолго. Только для того, чтобы прочитать стихотворение. Сегодня в кабинете главы награждали победителей конкурса «Стань мэром», объявленного партией «Справедливая Россия». Магнитогорцам предложили написать новогоднее поздравление от имени градоначальника. Авторы трех лучших обращений получили подарки. Первое место занял Виктор Натточий. За наградой 72-летнего магнитогорца пришла его дочь. И чтобы папе было более приятно, знаете, я с удовольствием делюсь властью и попрошу вас сядьте за креслом мэра и прочитайте, с чем вы победили. А я рядышком с вами постою. Любите город и народ. Таков девиз на Новый год. Как говорится, неспроста богатством славится казна. Работников всех рангов ЖКХ Не залетайте слишком в облака. Тариф скромнее просчитайте. Не то ругать вас будут, знайте. Второе место заняла Любовь Тарикова из Агапского района. Тризия Надежда Климова из Магнитогорска. Все пожелания, которые прозвучали в стихах, Евгений Тсевтелев пообещал по возможности исполнить. Сегодня все высшие учебные заведения России обнародовали правила приема абитуриентов. В нынешнем году официальная информация по каждому вузу есть на сайтах учебных заведений. Абитуриенты могут не только узнать о сроках вступительной кампании, но и посмотреть требования. Ощутимых изменений в этом году не будет. То есть работать мы будем в принципе по порядку приема текущего, то есть прошлого года. И самое главное, что оставлено без изменений, это вузам оставлено право выбирать три из перечня четырех обязательных вступительных испытаний. То есть ребята должны, естественно, готовиться, выбирать эти вступительные испытания, но обязательных будет три. Магнитогорский государственный университет уже обновил на собственном сайте раздел, посвященный вступительной кампании 2011 года. Рядом с самим вузом установили специальный информационный терминал. Пока на там доступна только общая информация. Наличие бюджетных мест и план приема станут известны в вузах только в мае. Новости спорта продолжат нашу программу. В копилке магнитогорских ледолазов две бронзы. Одна урожденная кореянка, вторую на Урал привезли из Швейцарии. В страну горы и озер отправилась Юлия Олейникова. Кубок мира стал для нее первым испытанием после годового перерыва в тренировках. Признается, готовились по пыхах. К тому же снежная зима оставила ледолазов без полигона для тренировок. Но лидеру проиграло всего полторы секунды. Причина вынужденного отпуска сейчас не слезает с рук и пробует на вкус мамину медаль. На год от соревнований отказалась из-за сына. Теперь приходится жертвовать семьей. Мама сидела две недели, с ними нянчилась. Ну, Даша-то меня узнала, конечно. А Паша меня не узнал. Сказала, что за тетя, что за тетя, не признал. Минут через 30 только начал улыбаться, смотреть на меня, потом признал. Ножку еще ставь вот сюда. Я тебя держу. Юлия и сама от детей не отходит ни на шаг. Специально воспитывать будущих скалолазов не планируют. Но если дети захотят продолжить династию, препятствовать не будет. В этом же зале форму набирает и Максим Власов. Готовится к Кубку мира в Кирове. Первая позиция в российском рейтинге скалолазов прошлого года дала шанс блеснуть в этом. Январская бронза на этапе Кубки мира в Корее – его рук дело. Уступил двум русским, но все из-за того, что я сорвался в полуфинале, за выход в финал. Рванул с самого начала, то есть, когда стоит выход в финал, уже говорят, что бежать надо на максимум, выкладываться полностью. Ну и получилось так, что взялся в одном месте за, так скажем, небольшой кусочек льда, который отломался. Сама «Магнитка» сейчас готовится принять сильнейших спортсменов России. Финальный этап Кубка страны по ледолазанию пройдет 19 февраля. Определенного лидера в скоростном подъеме нет. Ставки делают аж на 8 спортсменов из Магнитогорска, Кирова и Норильска. Елена Астайна, Евгений Грудев, Вести Магнитогорск. Какая погода нас ожидает сегодня ночью и завтра днем, узнаем через несколько секунд. Если вы стали свидетелем необычного интересного события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить сами, позвоните нам, и мы расскажем об этом. в наших информационных выпусках. Телефон редакции 21-43-12. До встречи на телеканале «Россия». В Киршемпенуазе ночью до 16 градусов мороза, днем минус 6-8. В Кизильском районе до 15 градусов мороза, днем 7-9 ниже нуля. В Верхнеуральске ночью до 18 градусов мороза, днем столбик термометра покажет минус 8-10. В Новообзаково ночью с областью мороза пропустится до 17 градусов, днем минус 9-11. В Магнитогорске переменная облачность, возможен снег. Ночью до 16 градусов мороза, днем минус 8-10. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова